Здравствуйте, мои дорогие Туся, я Александр Пичуев. И сегодня у нас продолжаем гадание, как говорится. Вопрос был задан, что будет обсуждаться и цели Питерского форума. Так сказать, Питерский форум, богачей, бизнесменов и так далее. Кто знает, кто интересуется, но и финансовая тема это самое важное, потому что в наше ОПГ время и махинаций полно всего, и от банков мошенники, частной конторы полно. Цель встречи. Вкратце, естественно, посмотрим эту информацию. Я уже пересматривал, примерно уже что-то знаю, так сказать, еще раз пересматриваю. Первая встреча, естественно, мы видим, очень связана побольше бабла содрать с народа. Вот, мы видим воровство денег, то есть масштабное воровство, придумывание новых махинаций. Они будут внешне показывать, что это будет для добра делаться. Всеобщая локализация будет продолжаться, мы видим, у них план. Медицинские, видать, центры все еще бабла хотят. И бизнесмены, которые с медиками работают, им придется заставлять людей колоться всякой хренью, по-русски сказать, любой ядовитой дрянью, потому что им было уплачено. Дальше мы видим деньги с запада. Этот форум-прос полностью преследует цель объединиться снова с западом. Надеюсь, видно там. Вот, объединиться полностью с западом. Снова деньги качать на запад. То есть без запада они жить бедненькие не могут. Задницу лизать будут продолжать. Дальше мы видим, что на запад, естественно, деньги будут течь. Как текли, так и текут. То есть они не учатся на ошибках из-за санкций. Вообще без Москвы, похоже. Они будут дальше пытаться налаживать связь с западом. И пытаться, так сказать, лебезить перед ними. Угождать им все, что запад будет приказывать. Русские бизнесмены и чинушки русские будут выполнять. Понимаете? Они будут не просто выполнять. Они будут давать. И земли, мы видим, какие-то давать будут. И финансы людей будут просто выкачивать из людей. Дальше мы видим, что еще показала маятник. Так вот на эту сторону. Мы видим ворование каких-то заводов. То есть не стройка новых заводов. У них план. А у них план именно полностью выкачивать ресурсы. Продолжать. И сдавать в аренду западу некоторые земли. Вот. Также мы видим, что группы и, как говорится, вот эти все полезные ископаемые и так далее, тоже будут уходить на запад. То есть мы видим тут торговлю такую. То есть они хотят снова, так сказать, восстановить свои какие-то ресурсы. То есть все западные компании, которые машины там и так далее ушли. Они хотят им давать все, что угодно. То есть то, что они хотят на западе. И таким образом взамен будут, то есть получать, допустим, запчасти до машин. Там, допустим, какие-то продукты питания и так далее, которых нет в России. Которое ушло уже из России, так сказать, в результате войнушек ОПГ структур. Частных контор, да. Вот. Поэтому цель в этом и состоит. Да. То есть объединиться на выгодных условиях не для России. Россия, естественно, внешне скажет, что она на выгодных условиях именно для себя. Но по-настоящему выгодные условия будут только для Запада. То есть они согласятся на условия Запада полностью чинушки. Так что продадут, называется, даже и людей по-русски сказать. Ну, народ, естественно, будет молчать в тряпочку. Какие-то мы видим тут восстания. Они уже, в принципе, планируют, как их подавлять. Это просто тупо зрелище создавать, какие-то шоу и так далее. Какие-то отвлекухи для народа будут создаваться. Отвлечения. Эти отвлечения позволят, как говорится, народу тихомирить, заткнуть, пообещать снова. И опять дурочки снова поверят во все сказки. Естественно, мы видим встречу форума. Там не до конца показалось. Я посмотрю. Да, мы видим перестройку власти. То есть они уже делят бабло. Они делят банки. Они делят все. Мы видим перестройку денег. То есть цель форума перестроить денежные ресурсы России. Полностью захватить что-то. Теперь мы видим начальство меняется. То есть президент уже, его пытаются, уже ждут, когда он уйдет, по сути, на покой. И подготавливают, так сказать, местечко для нового руководителя. Также мы видим, что дележка идет, как говорится, за ширмой, можно так сказать. Делится бабло. Делятся ресурсы. Передаются заводы и компании другим людям вообще совершенно. Естественно, мафиозный начальник остается тот же самый. Но внешний начальник, то есть для показухи народа, новый меняется. Вот. Это такая специальная, как говорится, перетусовка карт для показухи. Чтобы народ подумал, что какие-то изменения хорошие идут. По-настоящему они будут так же грабить, так же все еще воровать, так же повышать цены на продукты. У них нет ничего такого цели. Но это будет маскировка, пока не будет восстания народа. Восстание мы видим в результате уколизации опять. Уколизация будет намерена с новыми болезнями. У них цель это продвигать дальше. Что бы ни случилось, даже если люди будут подыхать с голода, у них задача бизнес, ничего личного. Мы видим, что они открывают дороги для Запада. Не только Запада, но любой компании западной, которая, как говорится, будет им давать деньги, даст им условия, даст им ездить на Запад, прекрасно чувствовать себя и вернет им, так сказать, их барахло и санкции снимет. Но Запад, мы видим, что санкции это лаксусовая бумажка. Что Запад играет с российскими бизнесменами, как маленькими детьми с чупа-чупсом. То есть он им показывает, они соблазняются, потом снова все продолжается. Да, мне напоминает то время, когда уже санкции подобные были и Россия так себя не вела, как дурочка маленькая. Ну что ж, Путин отдал бизнесменам все, ну вот сейчас расхлебывайте всей страной. Мы видим, что, конечно же, народ будет спасаться, народ будет выходить из этой ситуации, но питерский клуб и форум этот, он создан для того, чтобы объединиться с Западом. Не для того, чтобы создать что-то новое в России, не что-то развивать, а прогресс в России сделать, или что-то производство какое-то новое, новые заводы, построить новые дома, нечеловейники. Этой цели нету. Цель объединиться с Западом и дальше продолжать экономику раздавать на Запад, а на народ насрать. Потому что мы не видим тут народа толком, мы народ видим, что народ сам по себе спасается. Вот такое вкратце гадание. Всем удачи, успехов. С вами был Альцам Чув. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok